Всем привет, ребята, с вами Флэш и это обзор нового деблога номер 77. К сожалению, разработчики выбрали политику, что теперь обновление выходит раз в две недели, но деблог выходит раз в неделю. Почему к сожалению? Потому что я люблю все пощупать, протестировать, так сказать, на своем сервере, а теперь нет такой возможности, потому что приходится ждать уже вторую неделю, когда действительно патч выйдет. Ну а сейчас тогда сделаем легенький, сухой такой кратенький обзор деблога. Вслед за глушителем нам добавили из старого раста Legacy вот такой вот прицел. Выглядит, в принципе, на первый взгляд неплохо, но, к сожалению, опять же, показать вам его не могу, потому что еще обнова не вышло. Следующее это изменение системы прицеливания. Раньше, по мнению разработчиков, она была не совсем корректной, теперь они все поменяли. Теперь в системе прицеливания используются две точки. Это, собственно, наш глаз и мушка на конце оружия. Вот так вот это выглядит в 3D модели. Разработчики нам показывают. То есть теперь, видите, линия прицеливания проходит четко над мушкой. Пытается кто-то нам показать это. И, по идее, сейчас мы должны, намного нам будет удобней и лучше целиться. Ну, опять же, протестировать не могу, потому что обновы еще пока нет. Следующее изменение касается баланса магазина одежды. Так скользко оснусь, потому что эта тема меня интересует меньше всего. Я так понял, что скапливается очень много ненужной никому одежды и цена на нее сильно падает. И, в общем, появляется куча ненужных никому вещей. Пытается с этим бороться как-то. И, как вариант, еще хотят ввести систему подобную, как Team Fortress 2. Что вы можете, если у вас куча много ненужных вещей, вы можете просто ее разобрать на одежду. И эту же, ой, на ткань. И эту ткань использовать для крафта, собственно, новой одежды. Винс работает над новым Red Town. Вот так вот уже выглядит, я так понял, уже 3D-моделька. Выглядит очень аппетитно, очень заманчиво. Действительно, очень большой Red Town. Очень много места всяких разных. И, скорее всего, очень много лута здесь будет ценного. Ну, подождем, когда уже введут его в игру. И вот так вот он выглядит с другой точки обзора. В принципе, очень неплохо. Андре поработал над оптимизацией частиц. Так как на прошлой неделе было введено много эффектов, которые используют много частиц. То, как бы, обнаружились большие просадки по FPS. И, собственно, Андре сделал кое-какие скрипты, которые упрощают всю эту работу на расстоянии. То есть, на расстоянии вы особо не видите много частиц. И это должно стабилизировать наш FPS. Также Андре работает очень плотно над так называемыми прогрузами. Вы очень часто видели это в моих видео, когда бежишь, и на несколько секунд сервер зависает. Начинаешь что-то догружать, либо в какую-то часть карты бежите неисследованную. Это очень часто замечается и очень сильно напрягает. Тут расписано все, как это ими занимается, как бы, с технической точки зрения. Если честно, мне это абсолютно неинтересно. Мне главное результат, чтобы не было этих прогрузок. Ну, собственно, человек работает. Будем ждать результатов. Вроде как эффект от всей этой работы имеется. Также Андре начал работу над туманом версия 2.0. Это что-то подобное, как начали работу над водой версия 2.0. Только туман будет еще более у нас реалистичный. Как в жизни. Будем ждать. Ну, также мелкие изменения по графике. Из интересных все же убрали дым у маленькой печки. Потому что посчитали, что он выглядит немного странным. По мне, так наоборот, он неплохо выглядел. Диего продолжает работать над пресловутым ПВТ, чтобы он работал корректно и на полную мощность. Также над тенями работает. Но, опять же, я говорю, читать мне не особо интересно. Я хочу все это видеть, щупать. Поэтому ждем. Гусман закончил уже высокополигональные модели для наших прицелов. Для коллиматорного прицела, для фонарика. Вот он фонарик. И для глушителя. Очень, в принципе, неплохо выглядит. Осталось наложить текстурки. И мы будем лицезреть их уже на своих оружиях. Алекс Рейхберг работает со звуком. Очень интересное изменение, которое мне понравилось. Обновление. То, что мы теперь будем слышать, как перезаряжаются другие игроки, находящиеся рядом. По мне, так очень классные изменения. Потому что я все время этого реально не хватало. Именно выбрать момент, когда вы слышите, что человек перезаряжается. И у вас будет пару секунд выскочить неожиданно. И застать его врасплох. Офигенно. Молодец, Рейхберг. Также Алекс сделал звук электрического жужжания, так называемого, для Петра. Где Петр нас им порадует. Я пока еще не знаю. Петр продолжает работать над новой картой Savas Island. Оказывается, ее ввели еще в прошлом патче. Просто я не обратил внимания, что появилась парочка серверов официальных с этой картой. Но мне сразу писались люди, что карта абсолютно неиграбельна. То есть, вообще, поиграть новичку тем более невозможно. Потому что там уже все давным-давно забито. Ты заходишь на сервер, никуда забежать не можешь, нигде спрятаться не можем. В общем, она реально нуждалась очень сильно в доработке. И вот, собственно, что мы имеем. Мы имеем вот такие вот новые ящички с лутом. Они создавались, я так понял, с нуля. И вот на них еще изображены, видите, такие интересные галочки. У меня такое подозрение, что чем больше галочек, тем ценнее лут в этих ящиках. Насколько я понял, добавили маленький холмик в центре карты, buildable. То есть, на нем, я так понял, можно что-то строить. Именно небольшой участочек. Добавили статичные такие фонари на обратной стороне холма для защиты. Самое интересное, ребят, добавили место появления C4. Только для чего он здесь, если строить ничего нельзя? Находится оно, я так понял, с обратной стороны острова. Кстати, да, вот по поводу этих ящиков написано, что теперь у них есть тиры. То есть, действительно, галочки отмечают ценность лута. Добавлена большая общая печь. Добавлены несколько общих костров. Аирдроп теперь падает немного чаще. Добавлено немного более интересного освещения в ключевых местах на карте. И теперь на Savas Island растет у нас конопля, которую также можно собирать и использовать в качестве бинтов, либо одежды. Том нам показывает на данный момент, как выглядит девушка в расти. И он уже готов приступить к работе над низкополигональной моделью. Ну, в принципе, вроде уже более-менее похоже действительно на девушку. Скотт поработал над оптимизацией частиц. Больше всего проблем нам доставляют это печки, костры и так далее. Потому что в них больше всего частиц всяких разных. Но так как мы с расстояния 50 метров и больше, в принципе, уже физически не наблюдаем все эти частицы, то у Скота, как говорится, карты в руки ему. И он очень агрессивно работает с упрощением всех этих частиц на больших расстояниях, с которых, в принципе, мы уже ничего не различаем. Поэтому, опять же, ждем прирост производительности. Также нам добавили новый эффект собирания вот этих стандартных камушков и дерева на пляже, когда мы собираем. Ну, из явного только вот такие вот частицы, которые падают, когда вы непосредственно поднимаете предмет, то падают небольшие частицы. Больше ничего такого нового нет. И нам добавили еще частицы, когда мы добываем руду. Вот видите, после удара каменного топора вот такие вот частички разлетаются. Также кровь, которая забрызгивает нам экран после получения урона, она теперь подстраивается под освещение. Точнее, меняет свой цвет в зависимости от освещения. То есть, она становится ярче, становится, наоборот, тусклее. В зависимости от того, куда вы смотрите, на солнце, либо там день, либо ночь. Ну, молодцы, работают. Еще одно очень интересное изменение, которое, в принципе, я буду тоже очень рад, если оно появится, с переходом на Unity 5.2, в общем, разработчики уже подумывают о том, чтобы добавить следы нам. То есть, теперь мы сможем следить за животными и за реальными людьми по следам. То есть, если человек пробежал, то какое-то время его следы будут оставаться там на какой-то поверхности. Вот это, по-моему, очень круто, офигенно. Естественно, это и вас может выдать. Но вот это изменение я бы подождал бы, действительно, поскорее бы вывели. Другие изменения. Теперь этот сигнал, смок-сигнал у нас имеет цвет розовый. Точнее, наоборот, он больше теперь фиолетовый, чем розовый. И большая печка имеет более прозрачный дым. Потому что, помните, в прошлой обнове там вообще такой черный пер, а сейчас он немножко посветлее стал. Ну и завершение. Алекс Вебстер пишет, что он пофиксил некоторые баги, касающиеся лука и арбалета. Какие, не перечисляет, но пофиксили их, как говорится, хорошо. И новая анимация перезарядки у арбалета. Вот видите. Единственное, что я заметил, это вот прям трясется от напряжения рука, когда конечная стадия, собственно, перезарядки. Ну, вроде тоже неплохо. Так, ну все, ребята. Вот такой вот сухой, кратенький обзор получился. Действительно, ничего не получилось пощупать, потрогать. Но теперь имейте в виду, что каждую неделю, точнее, ну через неделю всегда будет такой один дивблок, который я просто, грубо говоря, зачитал и все. А вот следующий дивблок 17 октября, который выйдет, мы уже все пощупаем, проверим. Как говорится, он будет более интересным. Все, ребята, увидимся. С вами был Флэш. Подписывайтесь, ставьте лайки.